МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выступления творческих коллективов, мастер-классы, ярмарки, фотозоны и народные игры. В парке Захарова состоялся праздник в честь дня рождения Александра Пушкина. Мы рады, что Одинцовский городской округ, что глава округа Андрея Роберта Чиманова дал очень высокую планку этим празднованиям, нашему великому мировому поэту. А мы рады, что он у нас здесь был, Захарова. Мы гордимся нашим Александром Сергеевичем Пушкиным. Сказка о золотой рыбке, поэма Руслана Людмила и другие произведения Пушкина знакомы каждому с самого детства. Элина вместе с мамой приехала в парк, чтобы выступить на празднике и прочитать стихотворение любимого поэта. Я люблю сказку о рыбаке и рыбке, и о царе Салтане, и о петушке. В этот день посетители смогли познакомиться и узнать больше о местах, где великий поэт провел свои детские годы. С 6 до 12 лет он каждое лето приезжал в гости к своей бабушке Марии Ганнибал. Все было замечательно. Были родители, была бабушка, была няня Арина Родионовна, замечательная бабушка Мария Алексеевна, которая научила говорить Пушкина на правильном русском языке. Ведь не скрою, что до 7-летнего возраста Александр Сергеевич Пушкин не умела говорить на русском языке, а говорил только по-французски. На мероприятие приехали почетные гости и местные активисты «Единой России». Захарова, оно неразрывно связано с творчеством Александра Сергеевича Пушкина, и вся его русскость, вся его русскость связана именно с этим местом. Празднование 224-летней годовщины со дня рождения великого поэта никого не оставило равнодушным. Театральные и творческие коллективы, удивительная природа и энергетика пушкинских мест. Каждый смог найти то, что ему по душе. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Не выпали.